здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи сотрудник еврейского университета в иерусалиме иронист владимир миссамет здравствуйте владимир добрый день и некоторое время назад было сообщение о том что мухаммед зарев министр иностранных дел ирана подал в отставку он объяснил эти причины мы к ним еще вернемся но вот прошло какое-то время и появились сообщения сми что вроде бы отставка его не принято что президент уговорил его остаться и ситуация никак не подтверждается и не опровергается она в каком-то подвешенном состоянии объясните пожалуйста во первых на ваш взгляд в чем были истинные причины ухода за рифа как он объяснял во всяком случае и не спектакль и вообще все это был но вообще он подает в отставку не первый раз это уже второй или третий раз поэтому это как бы хлопание дверью такое как топтание ножкой нам в израиле это понятно на примере бывшего министра иностранных дел помните был такой давид леви давид левида силу политических причин топал ножкой закрыт крок клопал дверью ходил ну здесь не такая ситуация во-первых скажем почему он уходил он уходил почему давно должен был принципе уйти потому что ему не дают работы дело в том что за риф это член то сказать команды команды нынешнего президента касана рухани которая является реформистская команда и в общем то те кого набрал это были люди но реформистского такого плана хотя современными ранее трудно говорить что такое реформисты потому что в общем идет постоянная борьба между реформистами и фундаменталистами ничего дельного реформистам делать сделать не приходится но у него есть большой плюс в плане что он был главным переговорщиком который подписал его соглашение с впд который вы помните был подписан в июле 2015 года это как бы ядерное соглашение которое ирану должно было принести много плюсов и одновременно должно было много принести плюсов и реформистов и тогда собственно говоря в иране это помню это было в июле как я сказал 2015 года и вот я помню что я думаю что многие помнят картинку когда он когда значит мухаммад джават залив пришли приехал в иран после победы на победы на этих переговорах он ехал на машине в него бросали просто букеты цветов как бы это был его триумф и триумф в принципе триумф реформаторов ирана реформистов но получилось что далеко это не пошло потому что хотя было подписано соглашение вы помните что в прошлом году из него вышли соединенные штаты кроме того самого начала стало ясно что те надежды которые иранцы питали на это соглашение сбылись в общем вроде бы пытались снять санкции вы помните что сейчас второй пакет санкций уже наложен на иран и поэтому в общем ситуация которую новая ситуация которую связали с подписанием этого договора то есть в принципе триумфом реформаторов не случилось дело в том что все же это исламская республика там всегда идет борьба между фундаменталистами и реформистами и это соглашение с трудом прошло через парламентские слушания но любом случае оно прошло и какое-то время все развивалось но сейчас ситуация совершенно ахова потому что веранность очень тяжелое экономическое положение и за это тяжелое экономическое положение ругает в основном реформистов потому что считают что они подписали и долго очень переговоры шли переговоры шли 12 лет по поводу подписания то ядерного соглашения иран как считают стране многого от этого не Более того, он получил то, что сегодня есть, то есть трехразовая инфляция за один год, падение цен, страшная безработица, лишение страны главного фондообразующего экспортного товара нефти, которая очень-очень ее экспорт упала за эти годы, поэтому понятно, что в этом всем винят реформистов. Но с другой стороны, получает ситуация, при которой очень много во внешней политике завязано не на МИДе, а завязано на корпусе стражи исламской революции. Тот знаменитый человек Касем Сулеймани, который не является руководителем корпуса стражи исламской революции, является руководителем всего одного из таких очень мощных подразделений, подразделения КУЦ, это подразделение зарубежных операций, и они все время требуют очень больших денег. И, собственно говоря, из-за корпуса стражи исламской революции в значительной мере создалась ситуация, которая сейчас в стране создается. Зарев был из тех людей, которые считали, что нужно отделить вот эту военную структуру от законной и государственной власти, то есть от правительства, и не дать им заниматься, чтобы эта структура занималась только военными делами, причем военными делами исключительно в стране. Но она завязана с зарубежной операцией. С другой стороны, получается, что корпус стражи исламской революции – это военная структура, которая владеет большой частью иранской экономики. И поскольку деньги, которые она зарабатывает, она пускает в основном из зарубежной операции, понятно, что она так или иначе должна отвечать за ту ситуацию экономическую, которая в стране сложилась. Поэтому Зарев, как член реформистской части кабинета, он много раз выступал, просил, чтобы военные поняли, какой этап переживает Иран, и попробовали в определенной мере ситуацию сгладить. Но это сгладить, но этого не получается. Последний такой серьезный рывок Мухаммад Джавада Зарифа от того, чтобы избавиться от ответственности, которая попала в тяжелом ситуации, в которую попала страна, он привел к тому, что, в принципе, ни духовный руководитель страны, ни президент, они эту отставку не приняли. А то, что он остался министром, это, собственно говоря, он не в подвешенной ситуации, потому что сегодня уже несколько материалов его выступлений, в которых он по-прежнему называется министром иностранных дел, это человек, который имеет большой опыт, человек, у которого заслуги перед страной, поэтому вряд ли он будет смещен из поста, ему его заставят пока, по крайней мере, работать. Тем более, что правительство президента Рухани должно работать еще почти два года, и понятно, что никакой отставки его, по крайней мере, там не ожидают. Хотя, в принципе, за вот этот последний год, может быть, в связи с тем, что страна находится в очень страшной экономической ситуации, ряд министров уже покинули свои посты, им был объявлен год в недоверии, поэтому какая-то, так сказать, там активность в этом направлении идет. Поэтому говорить о том, что он смещен, это сейчас, пока на сегодня, по крайней мере, это не приходится. Он активно участвует в жизни Ирана, он активно делает заявления, тем более, что последнее заявление, которое он делал, он потребовал, чтобы... В Иране сейчас очень скандальная ситуация, связанная с тем, что Иран уже год не может вступить в так называемую группу по борьбе с финансовыми преступлениями. Если Иран вступит в эту группу, то он должен официально дистанцироваться от помощи террористическим организациям, которые находятся под его опекой. Речь идет, как минимум, о Хизбалле, Хамасе, исламском джихаде, есть еще и другие организации, которые в этом замешаны. Так вот, уже парламентские слушания там прошли и, в общем-то, разрешили, согласились с тем, что Иран вступает. Но потом вступили в дело исламские структуры страны, дело в том, что решение парламента, это не окончательно, но оно должно в Иране еще пройти парафирование в наблюдательном совете и потом в так называемом ассамблее целесообразности принимаемых решений. Есть такая исламская структура, стоящая на самом верху. Так вот, все эти организации, они провалили уже утверждение и в связи с этим получать ситуацию, в которой Иран не может вступить в эту организацию, тем самым он не может участвовать полнокровно в финансовой деятельности. А сейчас, в связи с тем, что СМИ заморожено, ему это очень важно. И поэтому вот на днях, как раз вчера это было, вот министр иностранных дел Мухаммад Джавадзариб выступил с таким заявлением, что надо необходимо решать вопрос, тем более, что на это вроде бы имеется разрешение Агитулы Хоманыи, которые в Иране, так сказать, находятся на всеми и все вопросы решают. Поэтому он активно работает, его работа продолжается. Владимир, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, если отколь в Иране такой консервативной и структурно жесткой стране существует, как вы описали, все-таки группа консерваторов и условно будем называть их реформистами, отличаются ли их позиции в отношении Израиля и сирийской проблемы? Нет, в этом плане их позиции не отличаются. Это позиция страны, это позиция всего правительства, это позиция, собственно говоря, всей высшей элиты, потому что по отношению, если скажем, например, Израиль, то это концепция исламской революции, концепция исламской революции, концепция экспорта исламской революции. Израиль стоит на пути этого экспорта, он как бы как заноза в глазу, можно так сказать, на политическом поле Ближнего Востока, поэтому ничего в этом плане пересматривать не будут. Более того, вот этот Зариф, о котором мы с вами сейчас говорим, он в декабре месяце опубликовал очень интересную статью, в которой он написал, что мы официально в Израиле, простите, в Иране, никакой вражды по отношению к Израилю не испытываем. И, в общем, покажите мне кого-нибудь из иранских руководителей, который бы сказал плохое слово о Израиле. Понятно, что это совершенно нелепое заявление, потому что в Иране миллион человек говорят о необходимости уничтожения Израиля, и, собственно говоря, на днях, когда там были опять презентации новой техники, так вот, заместитель главнокомандующего корпусом Сражи Исламской революции генерал Саломе, он прямо сказал, что это оружие, которое мы сейчас презентуем, это оружие, которое станет одним из этапов, так сказать, уничтожения Израиля. Поэтому эти заявления раздаются ежедневно, никакого пересмотра ни у консерваторов, ни у либералов, так сказать, либералов. Не предвидится. Этого не будет, да. Что касается второго вашего вопроса, Сирии, то тоже здесь есть люди, которые понимают, что нужно определенным образом, как бы, минимизировать участие Ирана в гражданской войне в Сирии. И с этой позиции выступают, в частности, реформисты. Но они не требуют совсем ухода Ирана из Сирии, потому что это они рассматривают как свой священный долг. Кроме того, в Иране есть консенсус по поводу вот этого экспорта исламской революции, развития помощи шиитам. Иран, Сирию Иран рассматривает как шиитскую страну, поскольку там у власти находятся алявиты, которые почти, так сказать, шииты. Поэтому понятно, что здесь выступать никто не будет, разве что против того, чтобы чуть минимизировать участие. Но в любом случае, о выборе иранских войск речь не идет. Они считают, что это такой, как говорили в Советском Союзе, интернациональный долг. Тем более, что это военно-стратегический договор от 2005 года, его нарушать не намерены. Поэтому здесь позиции и фундаменталистов, и реформистов с той или иной степенью условности сходятся, по крайней мере, в принципиальных вопросах. Владимир, большое спасибо за ваш комментарий. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. Напомню, что с нами на связи был сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Владимир Мисамед. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин